Приветствуем вас, дорогие телезрители, с радостью констатирую факт, что сегодня пятница, 24 ноября. В эфире программа Жанна Кун. Прекрасного, тёплого и доброго утра. Будьте с нами, всё самое интересное впереди. Давайте начинать. Приятного просмотра. Цитаты известных людей украсят картины известного художника. Над чем сейчас работает Ерлан Назаркулов, узнаете совсем скоро. Дворец республики в ритме современного мегаполиса. Не пропустите материал об уникальном памятнике истории и культуры. Горнолыжные трассы, живописная природа и чистейший воздух. Шамбулак – лучшее место для активного отдыха. Роспись стен. Сегодня вы увидите, как с помощью креативной техники можно преобразить дизайн интерьера. Национальный научный центр материнства и детства расположен в городе Астана. Он открыл свои двери в 2007-м. О работе, учреждениях, достижениях и планах на сегодняшний день расскажут наши коллеги. За 10 лет Национальный научный центр материнства и детства в Астане стал флагманом отечественного здравоохранения. Благодаря сплоченности и профессионализму медицинского персонала, центр стал крупнейшим учреждением в СНГ в области акушерства, гинекологии, педиатрии, детской онкологии, трансплантологии. Огромный пласт работы был проведен. Принципиально задачей центра была внедрение инновационных технологий и трансляция этих технологий, адаптация их здесь и трансляция уже на остальные клиники Казахстана. И многие технологии были впервые внедрены в этом центре. Врачи центра первыми в Казахстане провели различные операции по пересадке органов детям. В 2011 году доктора выполнили трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. В 2012 – почек, а в 2015 – печени. В течение года у нас здесь оперируется и лечится, получает лечение более около 15 тысяч пациентов в различных направлениях. У нас три больших отдела. Это отдел акушерства, это отдел педиатрии, это отдел детской хирургии. В отделении ортопедии пятилетняя Бахарга Харманова восстанавливает силы после операции. Врачи исправили маленькой пациентке из Южно-Казахстанской области врожденную патологию позвоночника. Ребенок будет находиться под нашим пристальным вниманием, под нашим наблюдением, и каждые полгода будет обращаться к нам повторно на консультацию. Возможно, в последующем, в связи с ростом, возможно, потребуются дополнительные операции. Но в любом случае девочка будет находиться у нас на диспансерном учете и под нашим наблюдением. Гульбахарга Харманова рада, что ее внучка сейчас прекрасно себя чувствует. Бабушка благодарит докторов национального центра за помощь и заботу. Направление нам дали, мы в область обратились, нас поставили на квоту, и через полтора месяца вот я приехала сюда. 16-го приехали, нам 20-го сделали операцию. И слава богу, вот ребенок сейчас в хорошем состоянии, удовлетворительная, у нее рана вся зажила уже, все нормально, я очень благодарна этим врачам. В клинике работают более 250 докторов, многие из них – обладатели научных степеней. Кроме того, врачи и медперсонал регулярно повышают квалификацию в Израиле, Бельгии, США, Германии, России и Корее. Естественно, они с собой приносят тот опыт, который они там получили, и адаптируют к нашим условиям. Естественно, этот опыт передается уже по областям. То есть Центр материнства и детства, он курирует 7 областей северо-восточного региона. Национальный научный центр материнства и детства – гордость отечественной медицины. За 10 лет специалисты этого учреждения успешно провели более 8 тысяч операций. Камила Тастамбекова, Бахтиар Айтхожин, Жанакун, Астана. Знаком начала нового дня, переходом от отдыха к работе считается правильный завтрак. На нашей телекухне всегда вкусные, быстрые и полезные блюда. Готовьте вместе с нами. Доброе утро, Никита! Доброе утро! Что сегодня такого вкусного и сладкого мы будем готовить? Ну что ж, мы сегодня вкусного и сладкого приготовим бананы в кляре. Для этого нам, собственно, понадобятся два банана. Сами бананы и кляр. Да, и кляр мы будем делать из муки и яиц. А вареньем клубничным мы всё это польём сверху. Да, я могу бананы порезать. Пожалуйста. По одному бананам раздаёшь? Ну давай, то есть сразу с бананов, сразу с фруктов. Давай. Так, а я приготовлю... Что ещё ты расскажешь? Как мы их режем? Их порежьте кольцами. А-а-а. Вот, аккуратненько, красиво. Что будем делать далее после того, как порежем бананы? И что будешь делать ты? Расскажи нашим дорогим телевизорам. Я делаю кляр. Кляр, да. Вот, потом мы их обмакиваем в кляре и будем обжаривать на сковороде. Угу. Расскажи, Никит, почему именно сегодня, именно в этот день зародилась такая идея банана обернуть в кляр и угостить нас таким завтраком? Ну вот, что-то захотелось такого лёгкого и непринуждённого. То есть ты считаешь, что лёгкое, это всё непринуждённое, да? Совершенно верно. Банан быстро усваивается, тем более с утра. Для завтрака он, говорят, очень полезен, да? Для завтрака он полезен, конечно. Ладно, я больше съел, чем полезен. Я, по-моему, тоже. Получается, три яйца или два яйца? Три яйца. Так. Напомни, Никита, это джем получается у нас в кляре. Соли добавим. В кляр добавляем соли. Да. Так. Готово. И теперь? Так. Сковороду накаливаем. Добавляем немного масла растительного. И добавляем все наши бананы прямо в кляр. Вот так вот аккуратненько. А яблоки можно так вообще завернуть в кляр? Ну, на случай чего? Конечно, можно. Тоже оригинально получится. А если даже миксануть, то что скажешь, шеф? То это получится такой фруктовый салат даже уже практически. Так, вот мне интересно, как это всегда делаем. Еще не раскатились, думаю, да? Да, ничего страшного. Нужно огня добавить. Есть. Так, ну вот, процесс у нас уже пошел. Так. Вот, зашкварчало, зажарилось. Так. Ты когда-нибудь ел бананы в кляре? Максим, первый раз. Вот сегодня. Знаешь, я говорю, что наша кухня не только угощает, она еще и развивает много интересного. Вот на этой телекухне мы узнаем каждое утро. И бананы в кляре, кто бы мог подумать. Слушай, Никит, доверяем тебе. Что же получится, интересно? Многие скажут, какие еще бананы, какой кляр. А мы будем доказывать. Да, или еще? Ну, давайте, чтобы на порцию получилось. Еще один добавим. Так. Игры со сковородой. Так, аккуратненько. Теперь переворачиваем. Похоже на кабачки в кляре. На кабачки в кляре, совершенно верно. Такую же все они твердоватую форму принимают уже наши бананы. Знаешь, если они после еще похожи на жареные вареники вдалека. Вот если ты посмотрел, там где-то... Нет, похоже еще на эти, сырники или оладушки. Вот, точно. Одно лицо. Что же такое? Так. Признаться, мне хочется... По-моему, уже все, да? Да, мне хочется вилочкой со сковороды взять уже один баллон. Но еще у нас есть варенье. Так. Выключатели пусть? Да, можете, я выключаю. Ой. Аккуратненько. Никита, скажи, пожалуйста, нам, а точнее даже порекомендуй, если вдруг в этот день, ну, мы отказались от варенья и хотим сметану, подвести сметану к бананам? Или все-таки лучше что-то послаще к кляру? Ну, это, собственно говоря, по вкусу. По вкусу, совершенно верно. По вкусу можешь. Да, ну, вот, отлично, тоже. Можно с обещёнкой. Ну, бананы и так сладкие. Давай попробуем. Так. Все-таки вдруг я захочу майонеза. Оп, оп. Майонеза. Последний штрих. Нет, ты вообще не заморачивайся, супер. Вот так вот сейчас будет поливка. Так. Опа. Ну вот, давайте пробовать. Ну ладно, это в следующий раз. Да. Желаем всем приятного аппетита. А говорила, давайте пробовать. Пока пробуют осень, дорогие друзья, и вам приятного утра. Угощайтесь и наслаждайтесь видеороликами. Будем смеяться. Хорошего дня. Теперь я поняла, почему нужно варенье, а не сметана. Осенью грех не поваляться и не поиграть среди опавшей листвы. Неопознанно лежащий обед не должен остаться без внимания. От расслабляющего массажа не откажется даже курица. Зиме готов. Зиме готов. Главное, чтобы голова была в тепле. Этот герой видеоролика особой воспитанностью не отличается. Вашему вниманию в видеопособие. Чем заняться, когда тебе скучно? Надо срочно навести порядок в шкафу. Вставать утром из теплой постели весьма сложно. Самый оригинальный дизайн современного интерьера – роспись стен. Этот доступный прием поможет сделать вашу комнату уникальной. Не бойтесь экспериментировать, и результат превзойдет все ваши ожидания. Старинные дома, пешеходные улицы, густые кусты сирени. На стене одного из алматинских кафе Женебек Кобен и Мирас Синбек запечатлели кусочек Флоренции. За основу сюжета художники не случайно взяли один из красивейших городов Италии. Ведь он полон сказочно красивых архитектурных объектов, парков и фонтанов. Вы видите, на стене не просто рисунок. Это большая картина, и замысел здесь такой, чтобы показать свое отношение к старой архитектуре. Люди всегда обращают внимание на нашу работу. Я уверен, они погружаются в атмосферу Европы. Настенная живопись – не новое направление в искусстве. Многие известные художники использовали его в своей творческой деятельности. А сегодня оно стало одним из модных направлений в дизайне интерьера. История этого вида искусства уходит корнями в 11-12 века. Еще Микеланджело украшал здание своими рисунками. Роспись стен на сегодняшний день – это тренд. Сейчас многие владельцы жилых помещений выбирают такой способ оформления интерьера. Существуют разные стили и техники росписи стен. Все зависит от дизайна комнаты и от вкуса владельца квартиры. По словам дизайнера, наиболее популярный вид создания рисунков – на стенах при помощи аэрозольных баллончиков. Он называется граффити. А вот Женебек и Мирас использовали в своей работе яркие акриловые краски. Роспись стен – процесс творческий. Для начала нужно подготовить поверхность. Она должна быть идеально ровной. Чтобы рисунок лучше держался, специалисты наносят поверх штукатурки слой специального грунта, а затем приступают к основной работе. Существует несколько стилей при исполнении подобных работ. Здесь мы объединили два вида – реализм и живопись. Мы решили уйти от традиционных картин, на которых обычно изображены лошади и степи. То есть мы искали универсальное решение и нашли его. Декоративная роспись стен сегодня доступна не только профессиональным дизайнерам или художникам. Создать оригинальный интерьер может любой человек. Главное, чтобы в арсенале были творческие идеи и замыслы. Жак Сылы Кушкемпыров – первый казахский борец за воеваши золотую медаль по греко-римской борьбе в Москве на Олимпиаде 1980 года. А сейчас вашему вниманию завершающий видеоурок по этому виду спорта. Смотрим. Доброе утро, страна! Сегодня у нас последний урок обучения греко-римской борьбе. Поэтому сегодня мы повторим все приемы, которые освоили в течение двух месяцев. Я хожу на греко-римскую борьбу уже восемь недель. За это время я научился выполнять различные приемы. Среди них мне нравится прием, который называется «нырок». Нужно просунуть голову через подмышку противника, протянуть его за руку и уронить на живот. Следующий прием называется «качелька». То есть нужно опрокинуть соперника, держа его за руку. Еще один прием – бросок через бедро. Захватываем руку соперника, проходим через нее, делаем оборот и бросаем. На этом наши уроки по греко-римской борьбе окончены. Занимайтесь спортом и будьте всегда здоровы! До свидания! Алматы славится своими архитектурными сооружениями, построенными в различные исторические этапы. Об одном из уникальных городских зданий смотрите в нашем следующем материале. На перекрестке проспекта в Дустыке Абая расположен один из главных памятников градостроительства – Дворец Республики. В свое время над его созданием неустанно трудились лучшие казахстанские архитекторы и инженеры. Всего за три года им удалось построить уникальное здание. И в 1970 году Дворец культуры имени Ленина, именно так он первоначально назывался, открыл свои двери для жителей и гостей Алматы. В другие годы дворец был самым популярным местом, где давались концерты, давались спектакли иногда даже, проходили различные форумы, в том числе конференции, съезды и так далее. Потому что зал был действительно вместимым. Зрительный зал вмещал в себя 3000 человек. Он построен в виде амфитеатра без ярусов, сужающихся ближе к сцене. Интерьер выдержан в белых золотых тонах. Его выгодом дополняют кресла красного цвета. Это здание было построено уникально удивительным образом. Вы обратили внимание? Вот четыре пилона вы видите, да? И крыша. А крыша, она была прикреплена таким образом к пилонам, что не было вот этих трех вставочек. И создавалось ощущение парения. Крыша парила, как бы не касаясь стен. В декабре 1991 года дворец культуры имени Ленина переименовали во дворец республики. В 2008 году он вошел в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. А через два года здание было реконструировано. Появилось новое. Новые лестницы, новые ворота. Зал был реорганизован, реконструирован. Вмещимость уменьшилась. Появилась оркестровая яма, появился конференц-зал. Особого внимания заслуживает площадь имени Абая перед дворцом республики. Памяти к великому просветителю и поэту был установлен еще в 1960 году. Тогда создать этот монумент поручили скульптору Хакимжану Нарусбаеву. Экскурсовод Майра Ахимбекова рассказала, по этому поводу существует несколько легенд. Первая. Автор монумента часто беседовал об Абая с Мухтаром Ауэзовым, прогуливаясь в этом районе. Вторая гласит, однажды Хакимжан Нарусбаев увидел сон, как должен выглядеть памятник. А по другой версии, это может быть более заземленное, но более, скажем, реальное. Он поехал туда, к нему на родину, туда, в Восточный Казахстан, в Семипалатинскую сторону, в Жедебай. И беседовал с людьми, которые делились воспоминаниями, рассказывали ему о каких-то моментах жизни, биографии писателя. И вернувшись, он создает его вот таким, каким мы его видим сегодня. В настоящее время как перед ворцом республики, так и внутри здания постоянно проводятся различные концерты, конкурсы и фестивали. Портал электронного правительства Республики Казахстан впервые был запущен в 2006 году. А сейчас Дана Акимбекова, специалист Центра обслуживания населения, расскажет, как получить услуги в разделе образования. Доброе утро, Дана. Доброе утро. Ну, расскажите, какие услуги можно получить в этом разделе? Данный раздел, то есть раздел образования, состоит из четырех подразделов. Это дошкольное образование, среднее, высшее и послевузовское образование. То есть список государственных услуг, которых можно получить через электронный портал, составляет 12. Начиная с постановки в очередь в детский сад и заканчивается оно тем, подача документов для участия в конкурсе, для присвоения международной стипендии президента Республики Казахстан, Балашак. Да, ну расскажите тогда поподробнее, как же правильно подавать заявку. Да, то есть заявку подаете через электронный портал ИГОВКИЗЭТ. Для этого необходимо иметь электронную цифровую подпись. Далее в этот раздел заходите, далее выбираете данную вам нужную услугу, далее проходите по инструкциям. А какие документы необходимы для предоставления? Например, скажем так, для постановки в очередь в садик необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка и данные одного из данных родителей. То есть вы ставите в очередь в садик, и вам заранее надо будет подготовить данное учреждение, на которое вы хотите поставить в очередь. То есть вот все, два документа, больше в принципе ничего. Это, например, для каждой услуги имеется своя перечень документов и своя инструкция. Это, к примеру, я привожу... На сайте все есть, да? Да, на сайте есть даже видеоролик, по которому вы можете узнать, как подать заявку онлайн, не выходя из дома. Отлично. Ну расскажите, Дан, сколько времени будет обрабатываться тот или иной запрос? Как ранее я говорила, это по-разному. То есть, например, скажем так, пример привели в детский сад. Давайте закончим. Данная услуга является онлайн. То есть вы делаете постановку, далее можете сразу узнать очередь в садике и узнать на веб-портале, уведомление получить и узнать очередь в садике. А как можно узнать о своем статусе, своей заявке? Статус заявки вы можете узнать в личном кабинете, также заходите через электронный ключ в свой личный кабинет, там приходят вам уведомления. Также сейчас у нас активно мобильная регистрация, то есть ваш номер телефона, либо электронный адрес прикрепляют к вашему ИИН. То есть вам каждый раз, когда обновляется ваш статус, вам приходит смс уведомления. Ну все доступно, может быть, все-таки главный вопрос, последний короткий совет тем, кто пытается подать заявку онлайн. Как сотрудник Центра обслуживания населения, хочется вам посоветовать все-таки получить электронную цифровую подпись, то есть это очень удобно, эффективно и экономично. Спасибо вам большое, Дана. На самом деле очень полезные советы. В музее Алматы состоялась выставка прикладного искусства Туган-Джель-Мурасы. Необычная экспозиция – первая ласточка Центра молодых художников. Здесь можно увидеть около 30 уникальных произведений. Это монументальные композиции, картины из волок, а скульптуры из дерева и керамики. Художники организовали любопытную выставку в рамках программы «Руханижа на гору». На наш взгляд это очень важно, стремясь куда-то в будущее, не забывать о том, откуда ты, о своих корнях. Поэтому это не случайный выбор. И выбор, с кем делать эту выставку, тоже не случайный. Потому что в выставке приняли участие работы лучших выпускников Алматинского кольжа декоративно-прикладного искусства имени Урала Танцепаева. В двух уютных выставочных залах можно совершить небольшое путешествие во времени. Вначале посетители перемещаются в период загадочных скифов. И все благодаря шаманским костюмам и соответствующим аксессуарам. Это совместный труд художников, которые работают в разных направлениях. То есть начиная от дизайна одежды и заканчивая ювелирным искусством. Если вы приглядитесь, то на этих костюмах можно найти очень сложные детали из металла. Внимание! Зателеприковывает и центральная часть зала. Здесь расположены три габелена, исполненные традиционной техникой быскисте. Филигранная вышивка крючком поражает воображение. Сложно представить, сколько тысяч стишков сделали казахстанские художники, чтобы в каждой картине оживить целую эпоху. Картина «Задя меня» описывает именно 550-летие казахского ханства, как вообще создавалось наше казахское государство. Это еще при ханстве Кири и Женебек. А далее на той картине можно увидеть именно охотничьи ремесла казахского народа. То есть, как они охотились с беркутами зимой. Яркие цвета, простые лаконичные формы. Второй зал посвящен художественному направлению модерн-арт. И на этом экспозиционном зале вы можете увидеть, как наша молодежь в своих творчествах показывает нашу современность, именно основываясь на этнографию казахского государства. Напомним, что Центр молодых художников функционирует с сентября этого года. Одна из его целей – популяризация казахского культурного наследия. Центр молодых художников в целом – это одна из главных задач этого пространства, в том, чтобы помогать самым молодым, самым начинающим художникам найти себя, чувствовать причастность, чувствовать то, что они очень сильно нужны сегодня Казахстану. Выставку «Туган-Жер-Мурасы» должно увидеть как можно больше людей, считают организаторы. Поэтому они планируют показать эту экспозицию в других городах Казахстана. Кроме этого, Центр молодых художников готовит новые сюрпризы. В ближайшее время публика увидит выставку в стиле графики, посвященную Алматы. Мадина Жалмагамбетова ирнур Айдарбек, Жанакун. 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 Мадина Жалмагамбетова ирнур Айдарбек. Мадина Жалмагамбетова ирнур Айдарбек. секунду